В настоящее время армянские блогеры стали выступать за реванш в войне с Азербайджаном. Данные заявления работают не на то, чтобы способствовать развитию Армении, а на то, чтобы она была уничтожена. Хотелось бы напомнить, что Азербайджан ввел боевые действия на своей территории и совершенно не нападал на территорию Армении. Поэтому все возвращенные земли – это исключительно азербайджанские территории, которые никогда армянскими не являлись. Об этом заявил российский политолог Александр Перенджиев. И здесь очень важный момент. Когда мы говорим о реванше со стороны Армении, надо понимать, что на практике это означает агрессию Армении против Азербайджана. Именно агрессию. Реваншисты этого не понимают. Они настолько привыкли воспринимать чужие земли своими, что забывают, что они принадлежат другой стране. И попытка официальным ереванам вернуть что-то военным путем будет расцениваться именно как агрессия Армении против Азербайджана, со всеми вытекающими последствиями. Первый момент заключается в том, что Россия не даст реализоваться этим реваншистским настроением, потому что Россия – гарант безопасности на Южном Кавказе. Во-вторых, другие страны ОДКБ выступят против. При этом все страны ОДКБ. Они не захотят, чтобы их член ввел такую агрессивную политику. Они уважают целостность Азербайджана и других государств, сказал Перенджиев. Если даже гипотетически предположить, что Армения выйдет из ОДКБ и выгонит 102-ю базу, заявив, что она не желает вмешательства России и других стран ОДКБ, то для Армении это будет иметь плачевные последствия. Она столкнется с ответными действиями не только Азербайджана, но и Турции, что закончится уничтожением армянской государственности как таковой. Реваншизм в Армении – это политика уничтожения армянского государства. Армения должна отказаться от политики реваншизма и приступить к политике развития в пределах своей территории и не облизываться на территорию соседнего государства, заключил Перенджиев. Продолжение следует...